Разделения школ для одаренных нет и быть не должно. Такое мнение высказал министр образования и науки Ерлан Сагадиев на встрече с директорами учебных заведений. По его словам, в каждом классе есть талантливые дети. Всем казахстанским школьникам необходимо предоставить одинаковые условия для развития. Каким образом ведомство намерено выровнять образовательный уровень по стране, расскажет Мадина Алданова. Предоставить одинаковые условия в первую очередь планируют с помощью подышевого финансирования. Это означает, что учебным заведениям будут выделять средства в зависимости от численности учащихся. Интересно, что в этом вопросе ведомство ориентируется на опыт Москвы. Там такой подход внедрили три года назад и, как оказалось, успешно. В Москве в первую очередь директора сократили административный состав. Если раньше административный состав составлял 24%, то сейчас в московских школах это около 7%, а в некоторых и 5%. То есть у всех этих залучей и так далее, больше роль учителя выросла. Учитель стал иметь свой вес, свой престиж, за хороших учителей борются. Произошло это благодаря тому, что руководителям учебных заведений дали некоторую финансовую свободу, право распоряжаться бюджетом школы в зависимости от ее нужд. Министр предложил перенять этот опыт и ввести прозрачную бухгалтерию. Всю отчетность школ соединить в одну казначейскую систему, чтобы ее могли видеть и министерство, и Акимат, и родительский комитет. Кроме того, отметил Ерлан Сагадиев, постепенно в образовательной системе страны исчезнут различия между гимназиями, лицеями и обычными школами. Потихонечку будут стираться названия, вернее, названия могут оставаться, но разница в заработной плате между лицеями, гимназиями, специализированными для одаренных. У нас все школы будут для одаренных, понимаете, да? Все школы, детей не одаренных нет, а возле дома у него должны быть созданы условия для одаренного ребенка. Чтобы выровнять образовательный уровень по всей стране, ведомство вводит единый базовый учебник. По словам министра, случаев, когда одна область учится по одному пособию, вторая по другому – множество. В качестве примера представителям школ презентовали учебник английского языка для первоклассников. Специальная комиссия изучала материалы, сравнивала издание «Кембридж» и «Смайлз» и все-таки остановилась на последнем. Это очень хорошо, что когда есть единый базовый учебник. Кроме того, мы сегодня услышали, что будут альтернативные учебники, и что это гораздо позволит расширить кругозор учащихся. Базовые учебники в первую очередь ведут для обновления учебной программы. Отмечается, что она будет основана на функциональной грамотности, то есть умении думать логически вместо автоматического заучивания информации. Уже скоро ведомство окончательно определит, какие учебники станут базовыми для всех школ. Совместно с акиматами необходимое количество экземпляров должны подготовить к началу учебного года. Мадина Алданова, Ерлана Урысбаев, 24КЗ «Астана».